Приветик всем! Здравствуйте! Ну что, вчера видео закончилось о том, что мы провожали машину в Классенфарт. Она ехала со школой в Куксхавен. Это возле Премена на Северном море. Вот. И сейчас начинается видео о том, как мы едем машину забирать оттуда. В общем, вчера был первый день. Понедельник, как они уехали с утра. И вечером мне звонок с неизвестного номера. Мы, кстати, наблюдали, там сделали родители группу из нашего класса. И учительница одной из мам скидывала видео, как они приехали, фотографию, как они ходили на море. И это все скидывалось в группу. То есть мы все родители видели. Я успокоилась, смотрю, Маша там улыбается. Думаю, ну все хорошо, значит все нормально. Ну и тут вечер, конечно. Ну все, кстати, да, телефоны мобильные, они разрешали детям с собой брать. То есть с ними созваниваться нельзя. Только уже в каких-то таких случаях экстренных у учительницы есть наши номера родителей. Они то есть звонят. Ну и тут такой у нас такой случай, что смотрю неизвестный номер, но я сразу догадалась, что думаю, что-то, наверное, там, что непонятно. В общем, взяла трубку, тут учительница говорит, так и так, Маша очень скучает, она плачет, что она хочет к маме домой. В общем, вы попробуйте ее успокоить, чтобы она попробовала, может быть, у нее получится здесь остаться. Ну и все такое. В общем, привели мне Машу. Я с ней начала разговаривать. Она, естественно, вся в слезах, плачет, что мама, я хочу домой, я без вас не могу. В общем, и все такое, и все в этом роде. Вот, ну я сказала, Машуль, понятно, сейчас я не смогу, давайте с этой мыслью сейчас переспи. Вот, может быть, завтра будет лучше. Ты завтра утром проснешься, если поймешь, что все равно ты хочешь домой, утром попроси, чтобы набрать меня. Ну и тут утром уже, начало 9-го, звонок, Маша опять в слезах, плачет, нет, мама, я хочу домой, вы меня заберите, ты обещала, что меня заберете. Я же ее попыталась опять уговорить. Ну подожди, ну пойдете, вот походите там, на море сходите, может быть, тебе еще понравится, нет, заберите, и все, меня. Ну, в общем, сказала, говорю, Машуль, ну хорошо, мы тебя заберем, тогда у нас получится только на вечер, потому что и Диме надо было на работу, и Мила в школе с утра была, и мы вот сейчас уже после обеда, 3 часа, сейчас вот едем забирать, плюс, я потом уже с учительницей поговорила, она говорит, что они будут, то есть они целый день, ну, будут, понятно, где-то находиться, какие-то экскурсии, где-то на море там, вот, и они в полшестого только приходят в этот отель, этот дом, где, который они снимут, я там поняла, такой, типа, дом, как отель, да, вот, что-то такое, именно для таких поездок, где дети приезжают со школы, вот, я вам сказала, полшестого они только будут, поэтому мы вот сейчас на вечер едем, Машуль забирают, но я сказала, говорю, если вдруг что-то поменяется, вдруг она передумает, позвоните заранее, ну, так нам никто не звонил, я звонить тоже не хочу, потому что, не отвлекает ничего, во-первых, во-вторых, каждый звонок нам был с разных номеров, да, вот, вчера с одного номера звонили, сегодня уже с другого номера звонили, поэтому я не знаю конкретно, какой там у них номер, вот, так что, вот такие вот дела, да, есть что дополнить? Нет, все, все сказано очень подробно, ну, мы думаем, конечно, это еще рано, наверное, все-таки, почему Маша так отреагировала, сейчас расскажем, сейчас, не отдохнула, ну, и наши варианты с Димой, почему мы думаем, Маша так отреагировала, да, она, во-первых, переживала очень сильно перед поездкой, да, у нее, ой, я извиняюсь, закрываешь мне, у нее есть там уже подружки, одна уже более такая, скажем, лучшая подружка, которая тоже поехала, они с ней в одной комнате тоже, они с ней в одной комнате, в общем, все, ну, я не думаю, что, может быть, что это сыграло роль, то, что это новые дети, новый шкур, ну, класс, да, но, мне кажется, это не главная причина, не, но это тоже сыграло, это тоже, может быть, да, сыграло, но, я думаю, более такая причина, поехала со своим классом, с которым она училась, потому что там было, что непонятно, там было половину детей еще в садик, половину еще ее друзей, которых она хорошо знает, и на день рождения были, и туда, и сюда, и приходили, может быть, и это, этот фактор тоже очень важный, а плюс то, что еще очень рано, я считаю, в третьем классе, это рано ехать, на один день с ночевкой, может быть, но не на четыре, да, ну, и может кто-то сказать, зачем тогда, если это рано, вы ее отпустили вообще, да, она захотела, во-первых, она захотела, да, и во-вторых, мы уже подумали, что, ну, она так быстрее интегрируется, быстрее разнакомиться, это во-первых, во-вторых, все-таки, знаете, чтобы были какие-то эмоции положительные, мы же, ну, думали, что будет все положительно, то есть, она поедет, получит массу впечатлений, посмотрят там, и походят, возле моря, там подышит воздухом, ну, то есть, да, вот, когда мы обычно тоже ездили какие-то поездки, есть такие эмоции, вот эти все, это все из детства вспоминет, Милочка, можно потише? Вспоминается потом. Ань вот так. Поэтому, поэтому, вот, поэтому мы ее отпустили. Вот. И плюс еще она не привыкла ночевать где-то, вне дома, без мамы, что мамы нету рядом, для нее это тоже большой стресс, потому что она из-за этого тоже дома еще, когда была переживала, она привыкла, что я всегда, знаете, присыпаю их, я ложусь вместе с ними. Что, сломался? А, упала? О, ну, сейчас, уже все, так кушать нельзя. Что я сушу, да, лампочки рассыпались. Что я с ними ложусь, я им пою колыбельные, я им читаю сказки, или я чесушу спинку. Вот, я по очереди, как одну ночь, с Машей ложусь. Ну, поэтому, ну, это тоже, наверное, играет большую роль, мне кажется, что мамы нету рядом, и именно это все на вечер, да, вот. Я сейчас более чем уверена, что они когда ходили, сейчас целый день там ходят где-то по экскурсиям, где-то там, в общем, что-то они чем-то занимаются, что она нормально проводит время, а вот когда вечер, начинается вот эта ностальгия, что ложится спать, и мамы нету рядом, это накатывает. Вот, поэтому едем, едем от нас, это сколько я там смотрела, 250, по-моему, да, 270 километров, вот, поэтому сейчас 270 туда, 270 назад, Милочка там получила крокодила в подарок, в общем, Маша, Мила ждала крокодила, потому что, что Маша поедет туда в поездку, а Мила получит крокодила, вот, почему-то она так себе, я не знаю, решила, ну, купили мы это, я это кладбище, а, Дима так пообещал, как компенсация, да, и она все ждала, когда же Маша уедет в поездку, чтобы получить крокодила, и тут крокодила получила, а Маша в поездке, в принципе, так особо и не побыла, почему, два дня, два дня и то хорошо, да, ух ты, Милочка, там люди посмотрели, как ты красилась, попросили, чтобы заснять на видео, как ты красишься, мастер-класс от Милы, зеркало, просто зеркало смотришь, как ты это делаешь, надо будет показать, не все так могут, как ты это делаешь, да, все, ладненько, потом уже переключимся, Машульку заберем, так, смотрите, какой тут домик, мы уже приехали, в Куксхаффен, дом такой, 1926 года, здесь очень много таких старых домов, в общем, находимся мы в 500 метров от дома, этого, где Маша, Дима вышел позвонить, ему надо было, теперь едем за Машулькой, позвонить надо? Нет, я говорю, Дима вышел позвонить, ну, что же, так, стекло, да, грязное, но мы ехали, извините, почти 300 километров, поэтому, помыть негде было, мы ехали без остановок, там не было, что, ой, стекло грязное, не помыто, не помыто, так, сколько, 500 метров сейчас, что здесь, где домик, где домик это? Дальше, да, 200 метров, линц, auf den, стрichweg, abdien, danach, gleich, rechts, abdien, в общем, тут, такой, обычный город, да, поэтому, а тут, по-другому, городок, да, линц, куда, в это, дальше, вот там, вот там, вот там, вот тут, много старых, каких-то домов, прикольных, сюда не долетели, бомбы, не долетели, но, сюда не дошли, а там море уже, а там уже море, да, класс, все, куда-то водкаемся, вот этот, вот этот, 100 метров, фото, петриотик, вот этот, по-моему, так, отель, или, да, вот сюда, не заходи, что я, как бы, или, или, вот там, лапария, там за углом до проезжать нельзя смотрите боже там уже мой чайки летают за бугром уже море они тут прям я живут возле моря вот машина вот машине блин такую красоту лицезреть не хочет надо сейчас заберем туда пойдем посмотрим забрали мы уже машинку нашу скажи всем привет давайте быстрее мы хотим посмотреть что за бугром для машины и на она любит может нельзя реально как классно подарочек от маши а папе какой подарочек ух ты деревянный нордзе отдыхать можно мама ночью не купались сегодня ну там большая лужа только и я не купалась мы брали с собой купальники в этом доме вот они были маша была в этом доме прям на берегу неделя детей свозить на море подышать свежим воздухом тут вот в отеле по-любому тут подороже будет стоить я пойду сейчас вместо маша маша пусть забирайте машу домой а я пойду до пятницы еще папа перетерпишь я пойду на машина место папа мама она хочет папе подарить мама смотри мы туда шли пешком по дорожке да классно люди плавают вы еще завтра куда пойдете пошли бы на лошадке кататься нет ну на корше я не ходила мама маша я не очень люблю кучу а я бы поехала на коре а мила поедет кола сан-форда мила да нам девочки нам еще ехать три часа назад 4 мы сюда ехали ну да ну пойдет и там не сходила там не ходила а теперь еще хочу а